Вчера был день заезда и первые тренировки на Олимпийском льду Керлингового центра. Сегодня парад открытия. Официальные приветственные поздравления и не совсем обычные приветствия и поддержка от 13-летней участницы конкурса юных талантов «Синяя птица» Геры Арестовой. Есть только миг между прошлым и будущим, именно он называется жизнь. Организатором чемпионата России по керлингу на колясках является Министерство спорта. В прошлом году такие же соревнования проходили в Челябинске и вот в Сочи. Здесь качественный лед, хорошие условия, в качестве подготовки сборной команды это очень хорошо, очень полезно, потому что игроки, которые на следующий год планируют играть на паралимпиаде в Корее, то есть для них это очень хорошо, для них можно хорошо подготовиться, играя здесь. Сразу на нескольких дорожках 8 команд из 7 регионов. Москва и Московская область, Санкт-Петербург, Челябинск, Екатеринбург, Краснодарский край и Севастополь. Три недели назад наша сборная вернулась из Южной Кореи с чемпионата мира, где заняла второе место в ее составе и серебряные призеры москвич Константин Куровтин и Дарья Щукина из Челябинска. Но уже здесь, на чемпионате России, они выступают каждый за свою команду. Сегодня игра Москвы и Челябинска завершилась со счетом 3-5 в пользу москвичей. Игра первая у нас сложилась тяжело. Соперник Челябинск, команда мастеровитая, там есть игроки со сборной России, почти весь состав. Я доволен своей командой, своими ребятами. Отыграли хорошо, я надеюсь, нам даст это положительные эмоции. У нас на самом деле все достаточно сильные команды. Каждая команда – это соперник. Второй раз на чемпионате России по керлингу на колясках севастопольцы. Они не так давно начали тренироваться, поэтому сильно на успех не рассчитывают. Мы вообще очень давно хотели этот вид спорта развивать, хотя он очень необычный. Мы вообще первопроходцы в Севастополе, потому что южный город, у нас даже, по сути, нет хорошего ледового катка. И этот спорт только развивается. Как и хоккей, как и слэш-хоккей, ну и керлинг. Керлинг на колясках впервые вошел в программу паралимпийских игр в 2006 году в Турине. В соревнованиях принимают участие команды, в состав которых входят мужчины и женщины. Цель игры – попасть пущенным по льду камнем, как можно ближе к центру вычерченной мишени, называемым домом. Игра состоит из восьми партий эндов. В субботу вечером будет определен чемпион России по керлингу на колясках.